Волейбольный клуб Сегодня нас ждет действительно волейбольное действие, очень интересное В гости приехал к факелу в дворце спорта «Звездный» Енисей Красноярск Который в последнем туре, так же как и факел в предыдущем, обыграл одного из лидеров российской суперлиги Санкт-Петербургский «Зенит» со счетом 3-0 Я думаю, что команда наших гостей сегодня приехала с хорошим настроением И, безусловно, с задачей дать бой новой ринготе Ну, вы тут, это я так говорил, что сенсация, что Енисей одолел Санкт-Петербургский «Зенит» А вы говорили, ничего не сенсация Все там было, «Зенит» был не в оптимальном составе Ну, так по этому случилось Ну, да, безусловно, да Но «Зенит» ищет свою игру Мы уже об этом с вами обсуждали, разговаривали Да, пока не получается Часть игроков травмированы Преследуют травмы И никак в оптимальном составе команда не может выступить Поэтому теряет очки В последних четырех турах «Зенит» потерял очков в трех матчах Нанесли поражение «Красноярск» Новый рингой И третий матч проиграли они в Казани Ну что же, это проблемы, скажем, Санкт-Петербурга Сегодня у нас, я думаю, что матч будет, конечно, на загляденье Безусловно, нужно отметить то, что «Красноярск» уже почти третий сезон Да, третий сезон играет в одинаковом составе Только добавка точечных игроков произошла А это очень важно в современном волейболе сегодня Потому что именно взаимодействие, чувство друг друга зачастую определяет результат Поэтому, да, поэтому, так как стабилизация состава Сегодня мы можем говорить, что два сезона в одном составе Это действительно стабильный состав Уже можно чувствовать друг друга, да И связка может понимать своих игроков в атаке С какой скоростью, высотой, удаленностью выполнять передачу То есть легкой прогулки сегодня «Факелу» никто не гарантирует, никто не обещает Нужно будет бороться Несмотря на то, что «Факел», естественно, является, безусловно, фаворитом В сегодняшней встрече, игра будет напряженной Да, безусловно, конечно, фаворит Домашняя площадка, это все имеет место сегодня Но я думаю, что команда с берегов Енисея сегодня не уступит ни в одном элементе И тем интереснее будет и нам, и болельщикам смотреть за этим матчем Ну, нужно отметить ударную силу наших гостей Это Ян Ерещенко, представитель Украины И болгарский доигровщик, также на позиции доигровщика Тодор Скримов Опытные игроки, 30-летний Тодор Скримов Который, ну, может быть, не такого высокого роста Для современной российской суперлиги Метр девяносто один всего Но очень техничный и опытный, конечно, игрок Который играл на чемпионате их Европы и мира за болгарскую сбору И так начинаем Ян Ерещенко, номер восемнадцатый подает И неудачное первое очко приносит команде «Факел» Как-то плохой такой знак для гостей сегодняшней встречи Первый же мяч И вот так вот неловко он попадает в сетку Но он отправляется на подачу сафонов Ну, и, конечно, нужно отметить диагонального игрока Это Кирилл Клец, номер тринадцатый Очень высокий для диагонального Два метра десять сантиметров Конечно, и 1998 года рождения Двадцати двухлетний игрок Тоже третий год в Красноярске играет До этого за рубежом играл Был привлечен год назад, когда сборная России Еще выступала на Лиге нации Его пробовали в сборную России Привлекали Ну, в общем, достаточно интересный игрок И два центральных Александр Критский и второй Дмитрий Жук Тоже надо, хочу, чтобы вы обратили на него внимание Два метра тринадцать сантиметров Огромный, просто огромный И вот как раз оправдывает мои слова Клец, да, отлично С невысокой передачи уходит от группового Блокова В исполнении Гуцелюка и Волкова И Александр Критский, капитан команды Не так часто бывает центральный блокирующий капитана Но опытный очень игрок Восемьдесят пятого года рождения Тридцать пять лет Отличная атака в это время была в зоне два Максима Жигалова по рукам Очень важно, что Максим сразу с первого очка При получении передачи от Жуковского Начинает набирать очки Для факела это хороший знак Нужно всегда подключать ударную силу основную своей команды Если он играет результативно Это, конечно, хороший задел на дальнейшие действия 3-1 тем временем факел вырывается вперед Вперед, имея преимущество уже в два мяча Это, конечно, не может не радовать болельщиков Жуковский неплохо сыграл на обмане Волков на групповом блоке Пытался попасть по рукам Высоко снимал мяч Но Дмитрий даже не просит просмотра Сам увидел, что не задел Ну и у нас Кирилл Крекц отправляется на подачу 13-й номер гостей Будет силовая Ну, Шот же справляется с приемом Первый темп А сейчас отлично в одном темпе Ну, давайте отметим эту комбинацию факела Когда игрок первого темпа идет на зону Связующий подсаживается И как показывая скоростью передачи Что он отдает именно ему Ну да, мячик дальше пролетает Очень трудно угадать блокирующим Кто будет нападать И обычно разрозненные блоки Или бывает на первый темп Двоем поднимаются Ну, сейчас разгадали, но опоздали Ну и красиво еще это И очень красиво, да, конечно Ну, для этого нужно хорошо принимать Приняли хорошо Волков в защите неплохо Будет как раз Жук атаковать зону И, конечно, я не сказал еще о шестом Самом главном игроке наших соперников Это Валентин Стрельчук 80, сейчас скажу, 85-го года рождения Тоже 35 лет Поиграл в наших топ-клубах И в Москомском Динамо было вот уже Второй сезон, кажется, второй сезон, да В Красноярске И, конечно, с его приходом Безусловно, разнообразие атак Красноярского клуба возросла И вот сейчас мы увидели, что сначала Был наигранный игрок первого темпа Жук И затем за ним уже в следующей комбинации Играется Пайп Давайте еще раз Это Скримов обыгрывает групповой блок Который не успел сомкнуться И сам же Тодор Скримов будет подавать Хорошая подача, но Шорджа справляется с приемом Быстро в край Богдан Хорошо Скримов и Ерещенко от блока в ваут Ну что ж, наши слова пока проблемы Да, Красноярск приехал бороться Техничная команда, очень хорошо обученная Давайте еще раз посмотрим Отличная передача Стрельчука На крайнего доигровщика Яна Ерещенко и тот от блока в аут Очень технично играет Вот только что и Факел имел преимущество Два мяча, но уже счет равен на табло 5-5 Как быстро Енисей догнали и успели даже перегнать И в какой-то момент были лидерами этой гонки Но факт все-таки Отстудил пыл и Гуцалек отправляется на подачу 5-5 Посмотрим, какую подачу будет выполнять Александр Силовую Не такой немощный приклад Да, немощный приклад Отлично же Галов и сам же, если сыграет в атаке, будет молодец Подстраховал Волков Не подкрутил мяч в тройной блок Да, большой, очень высокий блок И приболинейно немножко Максим пошел Нужно было бы, наверное, с небольшой подкруткой Чтобы мяч уходил в сторону Но тяжело было подстраховать Волкову и Дмитрий Жук Два метра, еще раз говорю, 13 сантиметров С такой высоты планер очень опасен И очень непросто его принимать Справляется Богдан Первый темп, отлично Отлично, это Алексей Сафонов Справляется со своей ролью Как нападающий игрок третьей зоны Ну, здесь, конечно, как мы уже на это обращали ваше внимание Что, конечно, связка играет большую роль А нападающий просто завершает ту комбинацию Которую организовал связующий Тимофей Жуковский Вскримов, Вскримов хорош Клец в атаке Волков В отличном защите Но если сейчас будет атака, атаки не получилось Но не разобрался Критский Сбросил в руки Будет повторная атака Это хорошо Янутов справляется Один из тоже ветеранов Красноярска 83-го года рождения Либера 12-й номер Но дальше было очень здорово Опять отмечу Жуковского Который очень хорошо разбросил Заставил блокирующих двигаться в сторону Они, конечно, не успели И, ну, тут ошибка была у Критского Который вместо того, чтобы забить этот мяч Сбросил в руки Подарил, можно сказать, да Ну, Ажигалов Ну, все бывает, конечно Это длинный розыгрыш, Ажигалов, уверенно Ерещенко хорош Сам будет с быстрой передачи Но его ловят Прочитали Да, ну, прочитанная была передача Сейчас Стрельчука Потому что отведенный был прием Атаки в третьей зоне не было Оставался только диагональный Игрок четвертой зоны Он выбрал игрока четвертой зоны Но там уже блокирующие это ждали И 2-ка преимущества Факел получает Продолжит подавать Тимофей Жуковский Я думаю, еще хороший розыгрыш Держит подачу Опять Ерещенко И будет, наверное, в 2 Да, на Клец А Клец не попадает по мячу По Воробьям Да Выстрел холостой Да, не попадание по мячу Но делал все правильно Пытался найти пальцы Потому что передача была Немножко близковатая к сетке Приходилось Давайте еще раз посмотрим Толкаться далеко вперед Не долетел до мяча И пальцами все равно И подарил очко Факелу 9-6 Есть хорошая подача Надо отметить Жуковского В правильном направлении На Ерещенко Теперь скримов Передачи не будет Снова будет фрибол Давайте посмотрим Как Факелом воспользуется Первый пен Отлично Это рабочая связка И касание сетки Было еще на блоке Даже до атаки Сафонова Ошибку сделали наши гости Да, ну по высоте переигрывал Конечно, Крецкого Было видно вот с этой позиции Да, что здорово сыграли И вынужден главный тренер Александр Климкен Взять свой первый тайм-аунт в первом сетке Давайте послушаем, что говорят Если мы, конечно, услышим Нет, мы ничего не услышим Но таким образом... И по губам не сможем прочитать Да, ну можно только догадаться Но давайте я представлю вам судей Сегодняшнего матча Который его обслуживает Первый судья Сергей Синиченко Из Кургана Помогает ему Александр Ребцов Кострома И инспектор матча Сегодня Сергей Цветнов Из Москвы Такова бригада Которая обслуживает сегодня Этот важный матч Ну сегодня четыре матча Я считаю, что, наверное, один из самых интересных Это матч сегодняшний Центральный Ну и второй, конечно, будет в Санкт-Петербурге Где после двух поражений подряд Зенит будет принимать Белгород А какой у них состав? Оптимальный? Да, да Ну у Зенита, не знаю Надо будет посмотреть Снова Ереченко не справляется Сам же будет с быстрой передачей Снова блок Но теперь Ереченко Поменял направление атаки Мы знаем, что угол падения равен углу отражения Поэтому Белл просто вдаль По диагонали Отскок был в аут Блокирующие здесь не имеют никакой ошибки Просто здорово выполнят технический элемент Тем временем на подачу Валентина Стрельчук Левша, да Отметим, что левша Поэтому он где-то может добавляться Сам же сыграл в защите Будет атака Скримова Справился в защите Волков В Богдан на групповом блоке Еще раз Еще одна доигровка Это левый нападает У нас на левшу есть свой левша На левшу есть свой левша Ну у нас левша диагональный Который должен приносить максимальное количество очков А там Стрельчук связующий А там Стрельчук связующий Скажем Ну может быть он не такой высокий Можно отметить метр девяносто три Конечно тут возраст тоже нельзя сбрасывать Восемьдесят пятый год Рождение тридцать пять лет Это тоже Ну не сказать, что ветеран Сегодня играют это сорока лет Но все равно приходится тратить больше энергии Чем юным или молодом возрасте Ну а это кейс Вот этот монолог Сегодня хорошо настроен факел на подачу Ни одной потери Мы перед этим видели, что Жуковский подавал Очень-очень хорошо Разлазить фугу в третьей зоне соперников А сейчас Богдан подал на вылет Между двумя принимающими Да, в зону конфликта еще ее называют Не успели договориться Ну есть преимущество правой руки Но здесь не разобрались просто Криски Смягчают Ну и двое бегут И могли бы чуть-чуть раньше стартовать Тогда бы достали Наконец-то Енисей справляется И снимается с подачи Богдана 8-12 Да, но тем временем Все равно преимущество в 4 мяча Подбираемся к середине партии Да, да, да И конечно нужно сейчас отметить Игру на блоке факела Что игрок третьей зоны Атаковал против группового блока Это очень важно И тут же возврат Ян Ерещенко отвечает Обраткой Отдал эйсом на эйс Ну что, пометим Что сейчас в первом сете До середины партии Команды обменялись Да, очками на подачу Ну и продолжит Ян Ерещенко подавать Хорошая подача Как мы только что видели И сложная Уходящий влево мяч Вообще сложный для приема Очень даже если игрок готов Вправо уходит мяч Теперь укорачивает Еще меняет направление И Жигалов Подстраховали неплохо Длинный отскок Еще раз Жигалов по пальцам Янутов хорош Шот же стоит на месте Ну и Пайп И Пайп снова Стрельчук в защите И Пайп поднимают они его И Клец Что придумает Клец Обман Жуковский И с высокой передачи На тройном блоке И наконец-то Волков показывает Лидерские качества Капитана команды И ведет за собой Своих партнеров Это было здорово По-разному пытались И Жигалов Получается Еще раз посмотрим Смотрите По высоте Все-таки Критский 2-2 Но они где-то В одном Ростовом диапазоне У Волкова Тоже 2-2 Но перепрыгнул Перевисел Наверное блок В этой ситуации Дмитрий Показал В общем у Волков Как правильно Тройной блок Пробивать Ну да При этой передаче Конечно Ерещенко справляется Быстро Скремов Не успел Гуцалюк Перенестился Но руки Не успел Перенести На сторону Соперников Чтобы мяч Отскочил На их половину И отблок В аут Удачная атака Доигровщика Александр Критский Вот Тодор Скремов Невысокий рост У него 191 сантиметр Да Доигровщик Легионер Который Специально Приглашен Именно для того Чтобы Держать общую игру Команды Обычно Эти игроки Доигровщики С хорошим приемом Неплохо играют В защите И очень Имеют подачу А сейчас Смотрите Как здорово С этой позиции Видно сыграли То есть От себя Называется Комбинация В третьей зоне Когда прокидывается Мяч Мнимо рук Центрального Блокирующего И влево Уходит нападающий И становится Бессильным Игрок на бок Сжигалов сеткой Чуть смягчает Первый темп Сам же в защите Но чуть-чуть Максиму не хватило Переживает Да Не такой сложный Был мяч Тихо Работать Дмитрий Жук Скручивал мяч Влево Так же Но по силе Удар по скорости Вернее Был не такой резкий Как перед этим Когда Гуцалюк Атаковал И Клэц И Клэц Такая же подача Свой второй Приносит Приносит много очков И Клэц И Клэц Смотреть Жук Еще одну очко Проиграли Гуцалюк Подачи Партия Это когда Подборолись Ох Что-то Слетело У него Неудачно Подбросил Как-то Немножко Зажат Был Дмитрий Но может быть Понимал Насколько высока Ответственность В этой ситуации Хотелось Сыграть Переволновался Ну наверное Безусловно Первое касание Волнение Существует И Валентин Саричук Левша Леворуки Планер Такой Не очень приятный Давайте посмотрим Но принимает Левору Первый темп Нет Пропускает И классно Развозит на блоге Против огромного блока Денис Богдан Набирает Свою редкое очко В этом сете Нужно отметить То что Жуковский С ним играет Достаточно мало И двойная замена Обратная Вращается Вот только хотел сказать Что Жуковский Преимущественно Дает на Жигалова Или Волкова Ну а также Любитель на первого темп Дать Ну и сейчас Все-таки Богдан По статистике Является Самым надежным Игроком Факела И очень много Принес очков И практически Результативность Очень высока Подача Стабильная подача Плюс С Клецем Справляются Смягчают И сейчас бы Волкову доиграть Волкову классно Про стабильную подачу Как опроверг Мои слова Денис Богдан Денис Хотел укоротить Задумка-то была хорошая Немножко Тройку 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 Подачи Подобрал Не ту А так Два Хотел укоротить И усложнить Максимально Не получилось Ян Ерещенко Один из лидеров Енисея Посмотрим На его подачу Тоже Посмотрели Обменялись Ну очевидная Ошибка у него Помним Что он начинался Матч с его подачи В сетку И сейчас пока С его ошибки В сетку С его ошибки Это вторая уже Ошибка При третьем круге Проход Алексей Сапанов Отправляется На подачу Для победы Нужно Факелу Три очка Через два очка Начнутся В сетку На приеме Первый темп Первый темп Аут Критский Не попадает И да И как бы Нет показа На то Что нужно Просмотр брать В надежде На то Что все-таки Пальчик На блоке Блокирующего Зацепил Но наверное Все-таки Будут брать Хотя бы Паузу Сделать паузу Потому что Два перерыва Уже у Клинкина Было И сейчас Он может Пообщаться Со своей командой В качестве Перерыва Используя Этот челлендж Для того Чтобы Немножко Задержать Да В любом случае Надо бороться Даже несмотря На то Что Четыре очка Преимущества Сейчас У хозяев Площадки Все может быть Все может быть Да Мизинец Зацепил Или что-то Посмотрим Сейчас нам Выведут На экран Мы с вами Увидим Было ли Касань Но мне кажется Не попал Просто по мячу Мячик Зашел С ладони Это уже Второй челлендж Но первый Был оправдан Поэтому Он сохранился Сейчас узнаем Насколько Оправдан Второй Просмотр Игрового эпизода Долго Второй судья Инспектор Мача Просматривает Эпизод Хотя Вроде бы Как он Совсем Последним Да Или просто Может быть Камера Стоит не очень Удачно Которая Там же надо Еще поймать Ракурс Видно Задевает Мальчик Не очень хорошо Видно Хотя сегодня Все имеют Оборудование В том числе В зале Звездного Есть камеры В различных точках Чтобы не упустить Ни один момент Но тем не менее Пауза Достаточно Большая Не было Касаний Да Показывает Еще раз Можете Посмотрим Над руками Да Касаний Не было Между рук Если бы чуть-чуть Гуцалюк свел Руки Конечно бы Тогда кистями Этот мяч Не удержать Но Александр Пытался справа Слева ловить И немножко руки Развел Бил в шестую зону Не попал 23-18 19 23-19 Плюс 4 Это много Да Сафонов подает Сейчас ошибаться На подаче нельзя Пайп И с Пайпом Не разбираются Жигалов остался один Опять Завуалировали Свои действия Волейболисты Красноярска Давайте Еще раз Посмотрим Критский поднялся С ним никто не ушел Гуцалюк ушел А баночка такая Против Клеца Да Ну наверное Они сейчас в перерыве Обсуждали Что с Клецем И очередная замена Иван Полянский Появляется на площадке Диагональный 97-го года рождения 202 сантиметра Его рост Смотрим Как его подача Хорошая подача Ну вот Как на подбор Выбитый прием Волков Против групповой блок Отведенный мяч Как он попал По пальцам Не могу вам сказать Потому что При таком удаленности От сетки Очень тяжело Это сделать Но Дмитрий справился Лишний раз Показывая Насколько он Технически Хорошо означен 4 сетбола Сейчас 24-20 Очень важный очко Нужно было сейчас Его набирать Безусловно Иначе бы Красноярск вступил бы В борьбу В этой партии А сейчас уже просто Очень тяжело Сейчас можно и рисковать Выбил Выбитый прием Он уже не справляется Это четвертый Можно сказать Здесь Ну Как его посчитают Нет Наверное не посчитают Заис просто Плохой прием Пытались спасти Не смогли По моему По моему Он идет что Два касания Нет Как эс нет Эс это когда мяч В принципе Рук не касая Ну то есть Второго касания Не бывает Ну хорошо У нас 1-0 Факел впереди 25-20 Завершился первый сет Мы прервемся На короткую рекламную паузу Вернемся к вам И продолжим Наслаждаться волейболом Никуда не уходите Будет просто Еще будете Вернемся к вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаемся друзья Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Большое преимущество 1-5 И ясно, что психологическое преимущество перешло к нашим гостям Тут надо как-то поменять игру Безусловно, агрессивность подачи сегодня будет играть большую роль Это видно, потому что с обеих сторон, обеих команд принимающие высокого уровня И чтобы их расшатать, нужно все время рисковать Но рифт должен быть такой, чтобы мячи были не проиграны Не летели в аут, не летели в сетку Это все понимают И нам, конечно, с вами очень интересно посмотреть, насколько мастерство игроков позволит это сделать Клет снова подает, снова выбитый прием Сам же будет Богдан на краю Групповой блок Жигалов страхует, сам будет в атаке Нет, опять на Богдана Отлично в защите Янутов справляется Фрибол, первый темп или пайп Хороший пайп от Волкова Да, хотя, в принципе, ждали Конечно, ждали на блоке Готовились к этому, да Но не успевал Стрельчук, потому что все-таки не такой высокий Вот еще раз давайте посмотрим, да И Жук пошел в край, да, но в принципе ждали, ждали Но здорово разорвали Ну там Янутов, конечно, был хорош в этом розыгрыше Вытащил такой мяч, казалось бы Который вытащить уже не нужно Ну это упрощенная подача Будет сильная атака на краю Да, и, наверное, все-таки Гуцалюк Нужно было бы рисковать более активную подачу подавать Мяч там улетел к болельщикам, но Мне же интересно стало Куда его? Вернули, вернули мяч Да, ну вроде бы сработало, да, показалось с первого перерыв Что смогли сняться с расподачи Скримов Снова выбитый прием Волков вроде бы справился А сейчас от блока вау Хорошо, что с толпом, с высоких мячей Волейболисты, доигровщики факела справляются Это очень здорово, потому что обычно эти мячи смягчаются Достаются и набираются дополнительные очки Давайте еще раз посмотрим по кистям Да, кисти не удерживают такой быстрый съем мяча И 3-6 это лучше, чем 2-7, согласитесь Ну здесь не поспоришь И отличная подача, и причем очень вовремя Оно было видно в первом сете, отмечали мы Что у Тимофея сегодня подача летит Надежная, очень нацеленная И будем ждать, что он сейчас может повторить С такой же техникой И такую же вот прижал к боковой линии Прижимают сегодня игроки То к правой боковой, то к левой боковой линии И поэтому очень сложно принимать У меня тем временем Еще раз рискует, но я немножко сглазил Так, какую статистику вам рассказать? Я могу сказать, что Богдан после первого сета 13% в атаке Вот что меня удивило Это Одна у него, то есть атака удалась Из 8 всего лишь 50% в атаке у Жигалова Ну, Волкова пытаюсь найти У Волкова 67% в атаке, у него 4 из 6 Он более-менее стабильный Что касается... Ну, скажем, тот же низкий процент у Богдана Ну, скажем, не явился критичным для факела Наша партия была выиграна за счет, скажем, более удачной игры Волкова И мячей, как-то брейковые мячи, которые он забивал А сейчас хорошая атака в зоне 4 Важная, важная, очень важная очко И сейчас Денису, конечно, нужно подавать И, конечно, с хорошей скоростью Ну, второй... Подача скримовая, еще один эйс в втором сете И сегодня, видите, при отличных принимающих Мы видим все-таки, что подача намного по скорости выше, чем умение игроков Ну и, конечно, это в дальнейшем нам сулит более интересный голибол И менее предсказуемый Что касается Богдана, он лучше всех отыграл на приеме То есть справился со своим амплуа полностью 64% И еще один эйс, ну, надо же такое, да Такое редко можно увидеть, да, очень редко Ну, немножко... Подарок для зрителей, потому что они всегда эйсы Немножко в паузе я вам расскажу, что на этой неделе, да, начались матчи Лиги Чемпионов И там как раз вот на эту тему есть небольшая информация А пока будем следить, сейчас самое интересное 7-7 тем временем Это, конечно, великолепно Такой подарок для зрителей, потому что всегда это очень зрелищно Ну и сейчас Януто второй раз героически вытаскивает мяч, казалось бы, который уже не вытащить Ну и здесь все-таки касание было за волейболистами факела Ну, здесь грамотно сыграла Ерещенко Давайте посмотрим Показал ему руки Жигалов слишком рано Надо было чуть-чуть подождать, а потом накрывать А когда ты рано показываешь, это как мишень для нападающего хорошего уровня И Стрельчук опять агрессивную подачу подает Теперь Богдан справляется, сам же будет играть пайп В хорошем темпе Сам же принял, получил передачу и в разрыв блока забил 8-9 равный счет у нас и все еще впереди Что касается наших оппонентов в сегодняшнем дне Это Енисей, естественно, Красноярского То, ну, здесь Ян Ерещенко 80% в атаке, 4 из 5 Отлично на блоке волков, но близко наведенная передача Кстати, вот Скримов, Тодор Скримов, у него 33% всего лишь в атаке Хотя казалось, что он атакует больше всех Но всего он 6 раз атаковал Два эйса у него есть У него есть два эйса, да Да, и еще у Яна один эйс Но сделаем вывод такой, что игроки на какой-то элемент нацелены больше сегодня, чем на другой Скажем, тот, кто подает волю агрессивно в атаке играет не так агрессивно Или наоборот, да, в атаке играет агрессивно тот же Волков Но на подаче там он имеет, скажем, не такие показатели, которые бы хотелись А сейчас элегантная скидка во вторую зону с задней линии Блок перевисел вроде бы, но прыгнул хорошо нападающий И так аккуратненько положил мяч До которого очень тяжело было добраться Защитнику с какой бы скоростью он не бежал Ерещенко Нельзя, конечно, не отметить Ошибка на подаче Очередная у него, у него, наверное, больше всех этих ошибок Пока на подаче пытается рисковать, не все получается Но он в атаке держит прием И, конечно, в защите на блоке Помним, что один в один же Галову поймал Есть у него две ошибки на подаче в первом сете Ну, вот здесь еще одна, третья Но надо отметить, что низкий очень процент позитивного приема у Енисея Всего лишь 29% это на всю команду Ну, сейчас хорошо Скримов отыграл Поднял, как раз таки, свою статистику 29% на всю команду Это с учетом того, что Дмитрий Жук только один раз принимал И у него поэтому 100% Ну вот, сегодня, сейчас, именно в этот момент Скримов показал свою техническую оснащенность Прыгнул за виспа Дождал, пока появятся руки Жуковского И от рук быстро сыграл И тут же Волков скидка в центр Против разводного Волка Два больших против него были 2-10, 2-13, но Жук не успевал явно И он видел промежуток Вот с этой позиции нам хорошо видно Да, он даже руки не успел поднять Волков грамотно в центр Без шансов для защитника 11-11 А как все начиналось там? 6-1, да, был счет? 5-1, да 5-1, да 6-2 Ну здесь, наверное, свистнет ошибку на передаче Да, на передаче Скорее всего Но было касание сетки Да, касание сетки Судья свистнул Ну, наверное, стрельчу как не пытался Все-таки не такой богатый рост у него Да, ну, доставал Ну, давайте еще раз посмотрим Да, касание сетки У стрельчука было Да, именно у связки Который не удержался Равновесие не удержало И улетел в сетку И, наконец-то, факел В этом сете выходит вперед Волков начинает тут же рисковать Скремов Классно в приеме Пайп Ерещенко От блока в аут С хорошей подкруткой вправо И вроде бы прочитали, да И вроде бы понимали все Но технически не смогли Отлично выполненный удар С подкруткой Невозможно рукам Не остановить такой мяч Поэтому здесь как бы Только если чудо такое-нибудь И клец Шоджи хорош Мало сегодня подают в Шоджи И это просто атака с задней линии С низкой передачей Потому что прием пошел На трехметровую линию Передачу в догонку в три Факел практически редко играет Или почти, я бы сказал, не играет Поэтому была комбинация Просто с игроком задней линии Как с игроком третьей зоны Не успели сомкнуться блокирующие Но здесь слабое место Это Валентин Стрельчук Конечно, не хватает высоты Рискует Наконец-то правильно подает Куцалек еще Куцалек И сам рад, что у него это получилось Потому что В предыдущих трех подачах Он просто вводил мяч в игру И получали очень сильную атаку То в три, то на краю А сейчас он С Кремова Получается Очень сложно повторить Центральному блокирующему Я думаю, такую подачу Посмотрим, что Александр придумает Будет ли еще рисковать Или упростит Сетка смягчает И сейчас От блока отыгрывается Стрельчук Клес будет на высоком мяче Против тройного блока И почему там Блокирующие улетели Хотя передача была вынуждена И центральный сносит Кранева Это Волкова сбили Хорошо травму не получил Дмитрий Получается у нас Гуцалюк Волков Это Богдан Богдан Еще раз посмотрим Это Сафонов При приземлении Слетел влево И сбил Четыре игрока Да, уже Эйс исполнили Да Да Еще одна Убийственная подача Справляется на высоком мяче А сейчас полез против Большого Что не надо бы Но он хотел Четыре по четыре Я так думаю Да Но он не выкрутил Лапой Не выкрутил вправо И очко на блоке получает Краснояр Были прочитаны Давайте еще раз посмотрим Да, огромные руки 2.13 Конечно запустил Туда некуда бить Наконец-то вспомнил Жуковский Что у него есть Сжигалов Была небольшая пауза Последел Максим на голодном пайке И тут же Получил передачу Конечно нужно Всех задействовать Тогда будет более Разнообразная атака Труднее будет блокирующим Определить кому передача И тогда преимущество Нападения будет Безусловно Ну вроде стабилизировалась Да, игра у факела Нашел он себя во втором сетте Ходил там Не богу На регионе Клец против одиночного блока Классно в защите Но нужно было бы поднять повыше Будет фрибол Некому пасовать И вот стрельчук Здорово Жуковский Жуковский Отлично И левый Сейчас должен что-то решать Пока не решает Быстро в край Сброс Все близкие игроки Нужно бить по пальцам Клец И Клец Ну наконец-то Завершается Розыгрыш Напряженный Ну какая-то Кашля как будто была Не могли понять Волейболисты Что им делать И то и другая команда И надо сказать Что очень Энерготратный Был розыгрыш И наверное В конце концов У Клецу Просто не хватило физики Мы видим Да Он сам переживает Да Вот Такая эмоциональная Да Составляющая Красивая Да Что Конечно Он понимал Он даже кистью Показал Что хотел влево Крутануть Но не получилось Высоты передачи Явно не хватило Жуковский Снова Сложная Очень подача И атака Ерещенко По диагонали Здорово С быстрой передачей Вроде Блок был организован Где-то Вон там Лазику нашел Ну и Сохраняется Минимальное преимущество Зафакелов Тем временем Пересеклил Эквактор Давайте посмотрим Прием Скремова Сложная подача Да Не дошел Сафонов Не дошел Потому что Передача Казалось быстрее Чем перемещение Блокирующего Так часто Случается Упрощает Подачу Но сейчас Надо сниматься С этого мяча Обман Ох Котел Котелок Закидывает Волков Хорошо Что так прошло Потому что Передача В темп Не попадала И в принципе Красноярк Должен был Справиться С этим приемом И иметь Доигровку На фрибол Но не получилось И важное очко Очень важное 17-15 Сейчас надо Все время Факелы Поддавливать Пытаться Чтобы не попасть В тяжелую Концовку 2-3 очка Преимущество Необходимо Все это Но 2-3 очка Уже есть Надо еще Как-то умудриться Если не набрать Третья То сохранить Без третьей зоны В краю Разобраться с ним Достали Молодцы Шоджи на Волкова Что Волков придумает На Волков Отлично Все придумывает Ерещенко Классно Скримов будет рисковать Шоджи отлично На чистой сетке На чистой сетке Волков Обманул Обманул Сам себя Получается Ну да Дима Хотел Сыграть Похитрее Ну наверное Нужно было Атаковать Диме Потому что Было преимущество Явное И передача Была неплохой Отведенный мяч Конечно Очень сложно Обмануть Ту точку Куда-то Запланировал Обычно Отведенные мячи Надо Наносить удар Давайте еще раз Глянем Классно 2-10 Складывается Достает В защите Видите Какая самоотверженность Скримов рискует Хорошая техника Хороший Решет Уже на месте Да И все было Как бы В руках факела Богдан В хорошем приеме Левый Наконец-то Получает передачу Стрельчук На месте Клец будет Против группового блока Страховка Последнее Казани Фрибол И сейчас Первый темп Нет Опять левый И здорово Вот так вот Скручивает по линии Но наверное Все-таки у Максима Это больше Более основной удар Чем диагональ Любит атаковать по линии Поэтому наверное Ерещенко был неправ Когда эту линию Ему оставил И Дмитрий Яковлев Попробует повторить Неудачную попытка Была в первой партии А сейчас наверное Немножко успокоился Команда играет У команды Все в порядке Элементы все работают И взаимодействие Игроков хорошее Я думаю Сейчас Дмитрий Должен этот элемент Исполнить Неплохо Ну хорошая силовая подача Есть у Дмитрия Но если он подаст И выполнит эйст Это будет уже На всю команду Неожиданная подача Да Выбитый прием Тройной блок Ну и что такое Клец да Справляется Наверное касание сетки Все-таки Показали на блоке Слетели игроки Широкая передача Затем-то блок пошел В край Дмитрий Выполнил все здорово Выбил В принципе С приема Атаковали на тройном блоке Вынужденная передача И все могли Получить очко Ян Ерещенко Которого сегодня Не очень удачно Складывается элемент Подачи Посмотрим Как при счете 17-18 Не ходит Своей команды Будет выполнять Подачу Тут наставление Уже От отца к сыну Ну а тренера Естественно К волейболисту В первую очередь Волков смягчает И будет доигровка Посмотрим первый темп И конечно Корицкому Легко было от себя Сыграть по первой зоне И сравнивать он еще 18-18 Подбираемся мы К концовке партии Ну В принципе Так же как это было И в первом сете Подбирались С равным счетом Но потом Факелу удалось Вырваться вперед Кто Сейчас Вырвется вперед Или будут так же Плотничком идти команды Ну Узнаем буквально В следующие 10-15 минут Справляются В защите здорово Еще раз левому И по рукам Это был очень правильный удар Потому что Енисей начал играть в защите И нужно было так нападать Чтобы шансов у защитников не было Потому что все Что было смягчено Все довели до связки До Срильчука И тут раскинул Важное очко Важное очко Тем более 2 очка Было перед этим Проиграно И сейчас нужно было Максиму Обязательно выиграть Что он И здоровый Сегодня мы с вами Наблюдаем Очень техничный волейбол Не столько силовой Сколько техничный Это всегда Очень интересно Смотрится Пайп На движение назад Шот же Наверное Нужно было Остановиться И просто стоять И он бы в руки Получил этот мяч Но наверное Можно было бы Посмотреть Заступ Было ощущение Что близко к линии Толкался Ереченко И опять Замена Как и в первом сете Выходит Гаврилов Молодой игрок Данила Гаврилов Всего 19 лет Метр 98 Он доиграл Богдан не справляется Подача сработала Скримов Дальше Волков тащит Все-таки Ну и сейчас Богдан просто Фрибол Перекидывает мяч И стоят в защите Надо сыграть в защите Сейчас еще раз Первый фермер Скримов по линии Жуковский Ему перекрывал Косое направление И очень важное Для Енисея Очко набрано 20-19 Выходит вперед И на этот раз Подача Подача сработала Да Все именно так Еще раз Один технически Классно выполненный удар Перевод влево Без поворота корпуса Показ в диагонали Перевод влево Еще одна подача Волкова в хорошем приеме Сам же будет быстро в край Справляются в защите Пластаются там После блока Надо отдать должное Клецу Здорово просто Молодец Самоотверженно Самоотверженно Да Кирилл просто класс Смотрите Приземлился Увидел что мяч Можно достать А все таки Согласитесь С таким ростом 2-10 Сложиться не так просто Но этим и нравится Волейбол Именно Бойцовскими качествами Игроков Что они борются За каждый мяч Не дают упасть Это Всегда Привлекает Обратная замена Ну собственно Справился Я говорил Со своими обязанностями Вышел Подал Подал Два раза Ну а вот Волков Сейчас Подача Не справляется Ошибку Зарабатывает На подаче Ошибка На подаче Может быть Чревата Да Немножко Наверное Надо было Дмитрию Успокоиться Я думаю В этой ситуации Немножко Эмоции Преобладали В нем И Клец Справляется Волков Первый темп Отлично Отлично Первый темп Немножко Был забыт И Достаточно Много розыгрышей Не игралось В зоне 3 Хотя и был прием Давайте посмотрим Еще раз Именно от себя Снова по первой зоне С5 Клец Который Сейчас явный Лидер Наших соперников И защищается Блокирует И удачно Атакует Хорошая подача Подача Неплохая Еще раз Будет передача Тройной блок Сейчас должны справиться И вышел Максим Жигалов Вышел в ту точку Куда полетел мяч Но наверное мяч Выскочил из-за рук Так быстро Что не успел Он поднять руки И сыграть В принципе Может быть Не такой сложный мяч Давайте еще раз посмотрим И Тодор Склимов 191 сантиметр Именно технично Сейчас переигрывает Тройной блок Факела Ну и сейчас Справляться на подачу Выбивает Выбивает Довольно таки Уверенно И двойной блок Перекрывает Атаку Волкова И еще на Одно очко То есть уже 23 21 Да Важное очко Для Енисея Здорово сыграли на блоке Но Дмитрий Пошел рисковать Прямо бил Весь стык был перекрыт Надежда была на то Что не сомкнут руки Блокирующие И Что-то здесь случилось Ушел же Ушел же Столкнулся Да наверное Неудачно упал Когда пытался достать Тяжелый мяч Но я думаю Что все должно быть в порядке Тайм-аут Тайм-аут берет Только берет Кто берет Камила Плачи Ой нет Не Камила У нас сегодня Роман Яковлев Ну Важная Важная концовка Два очка Отставания У Факела Ну а Для победы Енисея тоже Не хватает Этих двух очков Кто их первый заработает Тот собственно Возможно И победит В этой партии Ну если Енисей конечно Два очка наберет То он Он невозможно А точно Победит в этой партии Но Факел Ну предполагать сложно Этот счет 21-23 равный Можно сказать Потому что Это не факт Что команда Которая имеет 23 очка Она сейчас выиграет Волейбол Настолько непредсказуем Стоит два действия Сделать более правильных Переиграть в каких-то Компонентах Волейбол И все может выровняться Давайте посмотрим Просто кто сыграет Лучше в этой ситуации И конечно Отмечаем опять же То что Агрессивность подачи Сегодня Очень высокая И надежность тоже Ошибается Вот он ошибается Уже 22 Да Приносит это очко И сейчас надо Брейковый очко Конечно Факела Попытаться взять Это сейчас Очень важно Посмотрим На подаче У Факела Жуковский Тимофей Жуковский А он мы знаем Что подает Сегодня очень хорошо Хорошая подача Янутов справляется Нанос доводит Первый темп Да И Сафонов Чуть-чуть Оказывается В стороне От своего визави Напротив Это Жук И зона прошла Комбинация зона Прошла Давайте еще раз Посмотрим Нет Сафонов был напротив Но скорость Атаки была выше Чем успел Перенести руки Алексей на сторону Соперника И Два сетбола Иван Полянский Снова на место Подающего Это второй Диагональный Игрок У Енисея Будет рисковать Вместо Жука Дмитрия Жука Выходит Усложнить подачу Шорт же справляется Как бы приемом Но немножко Все равно Выбитый Да Двойной блок Не стал Ереченг Ставить Тройной Сам же будет Быстрый в край От блока Ваут И это 25-22 Очко 25-22 Будут смотреть Скорее всего Да еще Ну посмотрят Наверное касание Сетки Только у Ереченга Давайте посмотрим Нет Наверное касания Не было Да Очень грамотно Сыграли Доигровщики Скремов И Ереченга Именно Технически Сыграли Те важные Мячи Которые Помогли им Добиться Победы В этой партии И отметим Конечно Агрессивность И надежность Подачи Красноярцев Во втором сете Приведем 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 На рекламную Паузу Да Давайте Вернемся И продолжим Смотреть Интересный Зрелищный Волейбол Приведем 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 Ну что Дорогие Друзья Возвращаемся Водорец Спорта Звездный Здесь Новорингойский Факел Принимает На домашней Площадке Красноярский Енисей После двух Сетов У нас Паритет На табло 1-1 По партиям Ну Плотный Интересный Довольно-таки Матч Ну Сейчас На ваших Экранах Элементы Статистики Нужно Отметить Что Двукратные Приведем Приведем У Факела По Эйсам 8 против 4 Но Это Очень Много В сумме 12 20 ошибок Ненесея 12 У Факела Ну И В атаке Приблизительно Равные Показатели Три очка Которые В принципе Мало На что Влиять Ну Что Матч Очень Интересный Сегодня Я бы Отметил Торжество Техники Агрессивность Подачи В исполнении Исполнительское Мастерство Очень Высокое С таким Риском И попадание В такие Тяжелые Зоны Площадки Где Классным Принимающим Которым Относится И Волейболисты Факела И Енисея Очень Трудно Принимать И Конечно Грамотная Атака В атаке Переиграл Енисей В атаке По технике Безусловно Во втором Сете Волейболистов Факела Это Нужно Отметить Ерещенко И скримов Были на высоте И те Решающие Мячи Которые Надо было Выиграть Они Выиграли Как у нас С вами Впереди На то Что Хорошие Сильные Подачи От этого Складывается И низкий Процент Позитивного Приема У обоих Команд У факела За второй Сет 19% На всю Команду Позитивного Приема У Енисея 15% Вот Такая Но Это Именно Следствие Того Что Очень Агрессивная Подача И даже Один Эйс Он ломает Всю статистику Сводит Ее К минусу Не так Плохо Принимают Команды Поэтому Голой Статистикой Оперировать Нельзя Конечно Принимают Они очень Хорошо Но Те мячи Которые Не Принимаются И очень Сложно Их Принять Просто Иногда Невозможно Они Всю Эту Статистику Сводят К 15-20% Что Не является Конечно Показательным Сейчас Опять Отлично Технически Исполнен Элемент Нападения В зоне 4 Против Группового Блока И как Не пытались Перепрыгивать Через рекламные щиты Защитники Игроки Все игроки Влетел Почти Борельщиков Начали Подавать Теперь В Шоджи То есть Тактику Поменяли Енисей Практически Во втором Сете На Шоджи Не подавал Были загружены Только Волков И Бобдан Сейчас Тактика Видим Меняется Но Упрощать Подачу На Шоджи Нельзя Мы знаем Что Это Американский Легионер Очень Здорово Принимает И все Простые Или в третьем И поэтому Посмотрим Как будут Развиваться События Дали Выбитый Прием Скримов Опять Технически Просачивается Где-то Между руками Блокирующих Разводит Руками Гуцалюк Не понимая Как там Мог пройти Этот мяч Несильно Направленный В зону Один Но тем не менее Скримов Опять Демонстрирует Свои Технический Арсенал И как будто Не замечает Блок Где он там Пролез Через лес Очень Трудно сказать И Кирилл Клецб Технично Просто переигрывает Опять Шот же Первый Трем Похуд Два Игрока Стояли Напротив Него Немножко Тактику Передачи Смазал Я бы сказал Жуковский Нужно было Чуть-чуть В край Быстрее Может быть Не надо было В этом сете Сейчас начать Играть В зоне 3 Но давайте Посмотрим Важное очко Для того Чтобы получить Психологическое Преимущество На подаче Клец Он снова Усложняет На Жигалова Жигалова Блок Баут Но чисто Забить мяч Сегодня Видите Очень сложно То есть До пола Получается У Скримова Только Да Скримова Получается У Факел Пока в этом Компоненте Не силен В том сете Концовки Особенно И сейчас До пола Не добивается Все цепляют Или достают Защите Волков Но смягчая Сетка Скримов Опять Снова Первый темп Зона И опять Не угадывает Блокирующие Между руками Очень здорово Стрельчук Направляет Передачу Своему Высокому Нападающему Первому Дмитрий Жук Да С рукой Уже поднимается Осталось Только просто Небольшое движение Рукой Дмитрию Сделать И мяч В площадке А как раз У Енисея Мяч до пола Добивается Рискует Еще больше Скримов Стрельчук Но на стороне Стрельчук Жуковский Отдать Что будет Зона Это очень сложно Пока не получается Ну Главное Сейчас Брейковые очки Не отдавать Первый темп Забирает Массу энергии Было долго Много Долгих Игровых Розыгрыши Которые активные Более 4-5 раз Мяч переходил Через сетку Сейчас наступает Небольшое спокойствие Мы видим Лицо Клец Протекает По лицу Еще одна Атака В третьем И сейчас Это очень важно Потому что Заставить прыгать Центрального Тратить энергию И конечно Нужно выигрывать Этими ударами Однозначно И конечно На первый план В данной ситуации Вступает Именно физическая готовность Команд Сейчас кто более свежий Кто более физически Подготовился Лучший к этому матчу И получит преимущество Да Выдержка И тогда технические элементы У того будут Более надежно исполнили Скримов опять Легко принимает Но выбитый прием И наконец Груповой блок И Ерещенко Поздравляет Все С удачной атакой С хорошей подкруткой Атакой от блоков Вау Еще раз смотрим Да И отлично Да Слетал опять Слетал с Афонов И это видел Скорее всего Ерещенко Бил его по рукам И отскок был Конечно в сторону Подальщего Ян будет подавать Укорачивает Укорачивает Шоджи Шоджи легко Ну и Тоже До пола До пола Да Как раз то что не хватало Укорачивает Укорачивает Звездный Усталость 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 Простую подачу Укорачивает Александр Климкин Укорачивает 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 А тут показан Укорачивает Как получилось И снова подача Выбитый прием Клец Стройной блок Надо справиться Ну сейчас Очень архиважное Очко Архиважное Здорово Добывается Добывается Борганом Физически Конечно Факел В этой На этом Кусточке Третьего сета Выглядит свежее Безусловно Какие-то резервы Александру Климкину Надо искать У своей команды Кого-то наверное Поменять Потому что Просто встали Встали Да это видно Ну хотя этот же состав Выиграл второй сет Ну и на Энерготратно Выиграл очень Энерготратно Сегодня шестеркой Наверное Не вытянуть этот матч Потому что очень тяжелый Смотрим Смотрите Срильчук Да конечно Энергии потрачено Архивом За три партии Очень много Заставить двигаться Еще одна Подача Заставляет двигаться Возрастного Янутого 83-го года 37 лет Играет Огромным опытом Но тем не менее Ногами не хватило Времени Давайте еще раз Посмотрим Дойти Переходящий мяч Легкой добычей Стал Дениса Богдана И конечно 14-9 Плюс 5 Это слишком много Для игры В таком ключе А сейчас посмотрим Что хотят посмотреть Я думаю Касание сетки У Богдана Конечно не было И поэтому я думаю Это просто Для того чтобы Сделать паузу Здесь хоть могут Посмотреть И на подачу С площадки Главный тренер Он конечно не задел Расположение игрока Было очень правильно Сейчас по Дмитрию Не помогать сопернику Вот сейчас Когда они подсели Надо просто держать Подачу Стабильный он стабильный Может быть Не такую острую подавать Потому что В атаке В атаке на блоке Переигрывают Да Планер второй Венут его все таки А сейчас Снова не разобрались Ерещенко На чистой сетке Забивает Все внимание Было приковано На Дмитрию Жуку И конечно Ничего не оставалось Нападающему Забить мяч Восьмой метре Удалось сняться С подачи Волкова Который был достаточно В принципе Заряжен Сейчас эмоционально И готов был Добывать очки Ну думаю Что будет рисковать Скрим Ну и риск У него правда Выбивает Довольно-таки Удается Да С хорошей подкруткой Влево И Енисей показывает Что он продолжает Вести борьбу В третьем сете И опять же На подачу Скримов Возвращается В игру Да Вот тоже В зону конфликта Называют Когда между Двумя игроками Один игрок Может замешать Другому Да Еще одна подача На вылет И опять Скримов Творит чудеса Еще один поиск Техники Ну настолько техничный игрок Конечно И кто может сказать Что 190 Там 191 Ну 190 91 Практически Один и тот же рост Но что творит Смотрите Вправо подача Влево подача И все в квадрат Ложится И ничего с этим Сделать нельзя И не сказать Что здесь Виноваты Принимающие Потому что подача Арки сложная Для любого Быстрый мяч Меняет траекторию Во время полета И здорово очень Что все-таки После двух проигранных очков С третьей попытки Богдан По высоте Стрельчука Переигрывает И нужно было уйти Просто с этой подачи Снимись Ну и сейчас бы Конечно поменять Может быть Гуцалюка На подаче Он неудачно подал В предыдущий раз Но мы видим Что замены нет Посмотрим Значит в него верят И мы тоже будем В него верить Ну безусловно Упрощает подачу Упрощает Быстрая атака будет Сейчас в защите Гуцалюк Пока складывался Мяч уже упал Но не хватает скорости Но не хватает скорости Конечно Он тоже 88-го года Гуцалюк 32 года Реакция пошла Он предположил Что мяч вправо Пошел рикошет От рук Сложиться влево Конечно очень сложно Игроку центральной зоны 13-15 Это небольшое преимущество Но факел его держит Упрощается снова подача Надо сказать Что у Енисея неплохо Так же Очень элегантная скидка От Жуковского Да Но почему Когда связующий Зарабатывают очки Да Это всегда классно Но 4 игрока Подают настолько простую подачу У Енисея В третьем сете Вызывает удивление Только Ерещенко И Скримов Пытаются силовую Остальные все упростили И на Шодже Ну как бы Неужели такая тактика выбрана Скримов справляется И сейчас будет фрибол Да Ну и что И неужели не попал Не попал Не попадает Жигалов Ну как плохо Нужно было делать Плюс 4 Получилось Плюс 2 Ну как же так Все сделал Жуковский Отдал великолепную передачу На одиночный блок И там Центральный не успевал И ни попадания Ни по рукам Винит себя Максим Но ничего с этим Поделать нельзя Стрельчук Боли остров Богдана Быстрая передача На Богдана Сейчас Наконец-то Достали в защите И сам же Богдан Пытался защититься От высокого колеца Который по высоте Переигрывает Мяч кладет Близко к сетке И видите уже Мы говорим вам О плюс 4 В пользу факела Получилось Всего плюс 1 И это всего одно Неправильное действие Невыгранный мяч В атаке И вот к чему Может привести Счет напомню Был у нас И плюс 5 очков Было 14-9 Но после этого Три подряд Берут Хенисей Факелы Еще одно очко Зарабатывает Ну и Да Сейчас уже Минимальное преимущество Тяжелейший матч Очень тяжелейший Да И чаша весов То в одну сторону Склоняется То в другую Тут факел Несколько удачных действий Провел во всех элементах Потом Какая-то остановка Енисей в ответку Да Одна ошибка И тут же идет Оборотка в другую сторону И уже несколько удачных действий У Енисея И что ж Правный счет Стрельчук будет подавать Очень острый планер у него В направлении Богдана Мы видим это Еще раз На Шоджи Шоджи неплохо Богдан во второй зоне В линии владел Здорово Да здорово Сейчас Нужно было конечно С этой подачи уходить Вот пожалуй Стрельчук Скримов И Ерещенко И трое Два центральных И Еще Диагональный Подает более просто Важное очко Два очка Нужно держать Держать Пытаться делать Чуть больше Отрыв Но посмотрим Удастся ли брейковый мяч сыграть Отличная подача Выбивает хорошо Но это фрибол будет Да фрибол Первый темп игрок Принимает И тут же Волков Быструю передачу В край получает И вот это важное Отрыв Три очка Которые надо Сохранять Наплывы Про которые мы говорили Еще в первом сете Что наплывами Как-то команды Что сперва Факелы уходят вперед Потом Догоняют Енисея Сейчас опять Факелы опять уходят вперед Но Здесь Тайм-аут Да Александр Климкин Берет Александр Климкин Да Ну здесь Опять же Отмечаем Отличную подачу Сегодня Кто подает Соревнования Подающих Очень Интересное Безусловно Очень интересно И кто кого Перетерпит Очень много Эйсов Да Причем Отмечали Мы уже Последние Несколько матчей Факел Показывает Очень хороший Процент На приеме Енисей То же самое Сегодня Сошлись Две команды С отличным Прием Которые Держат прием Но подачу Настолько Острую Подают И настолько Надежно Что даже Эти отлично Принимающие Игроки Часто Не справляются И конечно Этот элемент Сегодня Будет играть Я думаю Что в концовке В победной Точке И решающей Роли Когда матч Закончится Посмотрим У кого Сколько Было На этом В этом компоненте Игры 18-15 Денис Богдан Герой Прошлого Розыгрыша Скремов Снова Выбит Прием Снова Ваут Он отыгрывается Но немножко Не повезло Тут просто Не повезло Жигалову Который мог Конечно Сбросить мяч Более резко В предыдущем И его атаке Когда передача Была некачественная Ереченко Риск Хорошая Риск Быстрая передача Волков В линию Достают В защите Атаки не будет Стрельчук Здорово сыграл В защите Но сейчас Кого подключит Но левые С левым Тоже справляются Снова Стрельчук Передача в край Тройной блок Скримов Наконец-то Скримы выцепляют Но страховка Клец Сброс Ну и сейчас Не хватает физики Обидное завершение Физики не хватило Чтобы сделать шаг вперед Максиму Жигалову И в принципе Блокирующий Давайте еще раз Посмотрим Все сделали Просто надо было Сделать маленький шажок И спокойно Поднять этот мяч Не получилось 17-18 И снова будет Ереченко Я думаю Рискала Когда получается Ты рискуешь Конечно Будет рискать Снова без третьей зоны Волков Отлично Янутов В защите Выбрал грамотно Место Тут же сброс Опять страховка Будет высокий мяч Скремов Ошибка на передаче Четко фиксирует Орбитер на вышке Да Ну бывает Бывает Тут как бы Без ошибок невозможно Пасовал не связующий Нужно было мяч отдать Длинную сторону Давайте еще раз посмотрим Тем более Клец это делал После двух атак И конечно Мяч не доброшен Наверное Руки достаточно плотные Мяч проскочил между рук Свалился с рук И это все Считается ошибкой На втором касании На второй передаче И совершенно объективно Раздался свисток Арбитра на вышке Или первого арбитра Матча Сафон Отличная подача В такую сложную Да Зону Отыгрывается Скремов И сам же Наверное будет А сейчас Быстрая зона С которой снова Факел никак Ничего не может Подделать И Критский По высоте Ну хорошо Критский Жук Давайте еще раз Работает как часы Зона как часы Да Все время играет Зону 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 И вроде бы оставался Жигалов Против него Не такой маленький Двухметровый В принципе Однотипные По росту игроки И Гаврилов Опять Данила Гаврилов Который Во втором сете Мы помним Вышел И помог своей команде Добиться победы На подаче Хороший сейчас Подача Выбивает Снова на приеме И сейчас бы сыграть От блока Это классно делает Классно делает Жигалов Нужно было сразу сниматься Иначе бы Данила там задержался По равный счет И непредсказуемость ситуации Плана лицо Здесь технично переиграл Но сейчас по высоте Не хватило блока Скремову Да и классно сыграл Отведенный мяч Сложно очень попасть По рукам Но справился Максим И сам же отправляется На подачу Жигалов Ну вот сейчас И наступает его время Когда можно скрутить Здорово мяч И попытаться Выбить на приеме Или выиграть Есть Вот Ну это хороший Свободный мяч И это он как раз По вашей просьбе По моей просьбе Спасибо Максим Три очка преимущества В концовке партии Это очень достойно Знаем Что Максим Очень здорово На подаче Может крутить мяч В атаке Не всегда у него получается Потому что Быстрая рука А здесь Можно направить Высоту подброса Самому себе Дать такую Какую удобно И очень здорово Крутить И он своей лапой Крутит мяч Классно А теперь Сильная подача Справляется Ну здесь Молча Ошибается Волков Но не дотягивался Стрельчук Не дотерпел Дмитрий Ну тут Просмотры брать нельзя В этой ситуации Это решение Арбитра Пытался пасовать Но играл-то Над сеткой В принципе Он не залезал На ту сторону И просмотра Тут быть не может Потому что Мяч над сеткой Был Это решение Первого Арбитра Который его Конечно Не поменяет Оспорить его нельзя Несмотря на то И наверное Скорее всего Была бы ошибка У Стрельчука Но тем не менее Имеем то что имеем И продолжаем С этим жить И продолжаем Играть И бороться Клетт Аут 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 Все Клетт И снова В ожидании быть не может. Просто надо успокоить игроков. Чуть-чуть что-то подсказать. Да, мы видим Мартин Коста что-то говорит. Мартин Бланко, Костас Гуцелеком. Да, кого ожидать в этой ситуации в атаке в большей степени. И, конечно, сейчас будет зависеть развитие атакующих действий факелов. Будет Жуковский подключать Гуцелека или нет? Сейчас он играл в четвертой зоне. Волков 4. Атака из задней линии. То есть на передней линии связующих. И посмотрим, как поддаст Гуцелек. Подача хорошая. Здесь сетка даже немножко помогла. Выбитый снова прием. Риск был оправданный. И будет, наверное, Пайп. Да, Пайп. Но шот же справляется. Шот же ногами. Еще раз, наверное. Нет, теперь в край скримов. Со скримовым передача некачественная. Ошибка на передаче. Почему нет свиска? Непонятно. Волков. Ну, Дима, надо решать что-то. Не получается. Снова скримов. Обман. Да. Но это уже для центрального. Так как они не являются супер технарями. Конечно, важнейшее. Просто архиважное очко. Да. Это сейчас, наверное, самый главный розыгрыш этого сета. Дмитрий Волков. Конечно, ну, я, ну, винить его нельзя. Он пытался этот мяч двумя руками, наверное, все-таки поднять над площадкой. Нужно было назад сыграть. Но не хватило ловкости. Игрок 2.13. Не такой ловкий, конечно. Все мы это с вами поменим. Так. Ну, и Дмитрий Волков будет подавать. Возможно, будет просто... Нет, он рискует. Риск нужен. Риск. И риск. По-другому ничего не сделать. И Клец. Каков Клец. Бегает. Побежал в зону запасных игроков. Пытался спасти этот мяч. И мы видим, с какой жаждой победы играют обе команды. И классный волейбол мы с вами сегодня наблюдаем. Действительно. Зрелищный. Интересный. Как в начале говорили. Очень классный. И в исполнении отличных игроков. В самом начале, так вы предполагали, что будет интересно, динамично и конкурентоспособно. Волков еще раз. Кремов классно в приеме. Сам же будет в атаке. И опять, без сомнений, в своих технических возможностях по линии. Скрутка очень быстрая. И защитник вроде стоял. Но руки поднять уже времени на это не хватает. Потому что мяч летит над уровнем плеча. Задел блок. И, конечно, сам сейчас будет рисковать. А мы помним, что в предыдущей расстановке два есть он факелу. И сейчас, и сейчас опять грозная подача. Грозная подача. 22-23. И, конечно, нужно принимать. Переходящий мяч. Жуковский все, что мог, сделал. Но очень большой центральный блокирующий. Дмитрий Жук легко справился с этим мячом. Направив его в незащищенное место площадки. Наверное, сейчас будут смотреть у Жука касание сетки. Больше тут делать нечего. Нужна небольшая пауза для того, чтобы скрим его сбить с подачи. Ну, вот так подобрались вплотную Енисея к факелу. 22-23. Это отставание в концовке партии. Конечно, как и во втором статье мы говорили, что не считается вообще за отставанием. Да, это рамный счет. Одно брейковое очко может все изменить. Ну, может быть, маленькое преимущество у факела. Ну, конечно, нет. В любом случае есть. Отдают преимущество команде, которая принимает, так как она получает атаку. Но сегодня мы видим, что подача такой сложности, что преимущество у команды, которая принимает, практически стерто. Оно сведено на нет. И если сейчас скримов еще удастся что-то сотворить такое невозможное, подать куда-нибудь к боковой линии. Давайте еще раз посмотрим. Да, касания сетки не было. Но пауза, может быть, факел упадет в этой ситуации на пользу. Надо скримово сбивать. С подачи мы знаем, что может он... Но настолько уверенный, опытный игрок, что он совершенно спокоен. Мы видим по его внешности. Я думаю, что сейчас будет так же. Да. О, нет, все-таки ошибается. Все-таки срабатывает пауза. Большой плюс Роману Яковлеву, который вовремя взял просмотр 24-22. Ну, напрашивается замена Гуцелюка на Яковлева, но, наверное, нет. Ну, и будет Саша Гуцелюк рисковать? Наверное, нет. Я думаю, что неоправдан для него риск. У него нет такой подачи агрессивной. Поэтому надо просто вести. Да, он рискует, но все-таки риск неоправдан. Нет, 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 неоправданно было. Неоправданно нужно было просто среднюю подачу подать, играть в защите. Ну, сейчас есть так же... И, конечно, не факт, что тут очень эффектно сыграет или эффективно нападающий. И блок сейчас может играть огромную роль. Ну, а там появляется Иван Полянский, который тоже демонстрировал сегодня свои навыки на подачу. Приходит решать. Очень сложно этому игроку. Давайте посмотрим. Он тоже будет рисковать. Риск оправдан. Пока что все получается. Сейчас, ну, вот, здорово, Богдан. Завершает. Денис Богдан. Ну, что ж, подачу здорово выполнил. Шот же справился с тяжелого мяча Жуковский. Давайте посмотрим. Отдал в 4. Но тут слабое место. Это Стрельчук, который все-таки, мы говорили, не такой высокий. И Богдан просто его перепрыгнул. В тяжелейшей третьем сете факел вырывает концовку. 25-22. Но все. Самое главное, я думаю, впереди. Конечно. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 что увидим еще да да ну конечно и в начале были агрессивные подачи а сейчас когда концентрация в силу того что игроки подустали она снижается и тут нужно просто пытаться что-то из себя выжить более максимально еще один из и почти в то же самое место и 2 очка 2 очка клеца который сегодня явный боевой единицы является для енисея очень полезно действует много атакует блокирует защищается но все что нужно для даже больше делает для победы своя команда чем может сделать диагонально еще одному на конец таки справляется волкова бы сняться с этой подачи не получается еще раз одна передача на волкова и под левой рукой сбрасывает после не очень удачной передачи жуковского который тоже не железно ну минимальное отставание у факела на одно очко это не критично не капельки в начале сета но единственное что надо конечно таки в начале сета более агрессивно факелу набрать такие очки если они хотят побеждать в четырех с этого матча волнух будут смотреть или нет наверно что ушло наверно вам наверно ваут но риск риск была правда начало четвертого сета дмитрий может быть не так высоко подкинул не успел 35 скрим еще один еще один из это уже 3 до до 3 не слишком много 6 очков сейчас смотреть да и нет смотреть наверно не буду давайте еще раз оружие кручение мяча да и судья на линии четко четко показывает что мяч посмотрим еще раз сверху за счет вращения когда мяч крутится он идет как в обратную сторону и поэтому при большом вращении он вал практически не попадает и вынужден роман яковлев взять первый тайм-аут четвертом сеть 20 получается эйсов уже ну на две команды на неполные 4 сета можно сказать что на 3 с небольшим на 3 с небольшим до богат в общем мать на эйсы да я думаю что сегодня может быть установлен рекорд суперлиги по количеству выигранных на подачи именно сложных подач да давайте посмотрим чтобы что у нас ожидают дальше скрип его после перерыва и после эйса уже выполненного и 2 это уже 10 из для миссия да и 4 4 только в этом сети до его из 7 очков выигранных 4 эйса и вот мы говорили о том что физические игроки факела по уши выглядит а сейчас как мы видим все поворачивается явно наоборот опять выбитый прием на групповом блоке там тройной блок там януто справляется янтов справляется и на тройном блоке и решенка страховать и от блока вау это очень грамотно отыгрывается это 83 уже преимущество 5 очков 83 это очень много ну одно единство успокаивает что это начало сета что мы знаем что факел может совершить такой рывок где догонит своего оппонента но только этот рывок пора уже совершать дальше не не сей отпускать нельзя но продолжает просто продолжает скримов дамба бордировать к площадку факела ничего с этим сделать нельзя приходится только выбиты выбивать приемы на высоком мяче на краю сетки против тройного блока что богдан наконец-то сделал нужно было как воздух уйти от этой подачи но опять же против стрельчука который играет на краю связующий не обладает таким ростом более слабая позиция на блоке и опять опять ерещенко встык между руками или по линии с этой точки нашей не очень понятно но эффектно эффективно очень технично сохраняет в общем 5 очков преимущество смотрим да по линии жуковский много ему очень оставил и конечно нападающему высокого уровня легко найти брешь между антенны и руками блокирующих но ошибается резкая ошибка причем я буду опять же интересно подачи в прыжке все проходят площадку который более рискованный подача планер которая менее рискованная тем не менее жук ошибается куда ну наверное подустал тоже очень много движения но сейчас шанс для жуковского рисковать и рискует но это ничего не приносит и отрыв 5 очков продолжает оставаться в пользу и неси так может мне кажется эмоционально морально дух подупал у факела после того как казалось бы выиграли третий сет ну вот здесь в четвертом все вот не заладилось ну а второй же планер ошибочно идет в прыжке опять ошибка но мы видим что игроки конечно устали 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 и но сейчас просто кто более терпеливый у того и получится 6 10 не такое большое отставание можно и другое отставание в принципе ликвидировать поэтому просто надо терпеть играть и каждый розыгрыш упираться играть более умно и тогда можно все верну хорошего выбитая подача выбитый прием защите шо джи не справляется вроде бы тройной блок в направлении либера которого принц этот хлеб играть защите и вроде подставил руки но все равно ничего не получилось и те же плюс 5 пользу красноярцы вот хорошая высота клетца не дотягивается не сафонов и волков до этого мяча хотя пытался давайте еще раз посмотрим то есть ушел от крайнего жигалов остался неудел и здорово нападающий ян ереченко на подачи ну вот сейчас сетка была на стороне я на то третий раз подряд вы уже тройной блок лет сейчас защите неплохо волков по высоте и что и опять мяч уходит в аут поговорить только давайте посмотрим попадание в площадку или касание рук блокирующих но мы видим что дмитрий показывает нет в аут мяч в аут надо смотреть блок надо смотреть блоки касание рук на блоке но очень трудно предположить что он был но подождем немножко когда шла третья третья партия как раз я говорил о том что подача играет огромную роль мужском волейболе клубном волейболе и как что команду продемонстрировали и как раз на этой неделе в трента собрались четыре команды в первый розыгрыш лиги чемпионов в этом году мы знаем что разыгрывается не по одному матчу четыре команды из-за эпидемиологической ситуации до касса было касса было да вот и чемпион прошлого года новосибирский локомотив принимал участие в играх начал принимать участие в первом туре четырех команд где были трентина наш новосибирск в немецкий фридрис хафин и чешский карлаварск и вот в первом матче с трентина который был очень определяющим и все шло хорошо для новосибирска вел 2-0 но затем не удержал преимущества игра плавно перешла в пятый сет и основной связующие итальянцев джанели это один из лучших связующих современного волейбола не смог принять участие в этой игре второй связующий тоже выпал и таким образом диагональный игрок голландец абдель азиз немар встал на позицию связующего который в свое время играл в голландии на передаче но потом с хорошим прыжком решил что ему лучше нападать и стал диагональным игроком который на в этом году значимую роль для для трентина играет он вышел на подачу в пятом сете при счете 42 в пользу своей команды и выполнил 11 подач в прыжке из которых 4 из 3 мяча было направлено на сторону трентина и остальные выбитый прием то есть это и матч закончился вернее за счетом 32 в пользу трентина но пятая партия редчайший случай закончилась со счетом 15-2 пользу торентина что в принципе не бывает но это я говорю к тому что обидно конечно за новосибирск но надо отдать должное игроку этого ампла который выполнил 11 сумасшедших подага и отличные принимающие принимающие локомотива очень высокого уровня и смогли справиться с этими мячами поэтому сегодня подача играет на всех уровнях огромную роль игроки и активно тренируют и если она надежная очень по скорости быстрая то любой принимающий бывает что просто бесед обменялись в общем просмотрами команды сработал просмотр у факела и не сработал просмотр на касание сетки у енисея счет сократился с 6 которые нам скоро показано табло до 4 всего лишь отставание теперь стало у факела и 7 11 алексей сафонов будет нападавать у него стабильный планер я утра вину то справляется быстро и на скримова скримов выше блока как это могло быть не могу понять шестую зону богдан не справляется и вроде бы удар не такой быстрый и надо было как он варьирует атаку удивительно просто то вправо то влево и практически очень трудно предугадать что он сделает следующий раз но главное обманов и накатов никаких нет давайте еще раз нет ушел мимо блока до отрезал крайнего блокирующего которым был максим жигалов и ушел против одиночного блока а сейчас байк забытый пайк который очень долго не играл факел начиная только со второго сета не позволял прием это сделать сейчас упрощенная подача и четыре очка преимущества у красноярска останется ну надо сейчас важно зарабатывать именно брейковые очки и не отпускать естественные не сей куда-то вперед подсокращать подсокращать потому что подбираемся уже и к середине партии ну вот это такие хорошие подачи но справляется все-таки с приемом он сейчас не трогал да опять не трогал и идет претензии к судье но не надо бы дмитрию спорить судьей потому что можно показать может судья показать желтую карточку потому что был за точно такой же эпизод но сейчас дмитрий руки убрал и ошибка на передачу стрельчука если бы в тот раз дмитрий также был брал руки также бы стрельчук ошибся поэтому здесь но эмоции надо с собой справиться подача была хорошая жигалову надо повторить я не повторяю не попали скажем более скажем нижней позиции находится жигалов по сравнению с тем же с тем же клецом который может две-три подачи подать очень агрессивная вот сейчас он выходит на эту позицию жигалово 1 потом ошибка надо бы более но все-таки исправляется опять клец справляется и возвращает преимущество в те же пять очков которые были у его команды отличная подача по линии с хорошей высоты давайте еще раз увидим и как волков не пытался сложиться и принять этот мяч на скорость полета мяча гораздо выше была в этой ситуации чем возможность движения принимаешь все те же пять очков которые дали на старте 4 сетом хорошая подача выгиб еще один еще один из да ну сегодня просто да мы как и предполагали просто огромное количество результативных подачах все уже впереди получается донеси по явно поясом догнал да посмотрим что будет дальше принесет ли это в конце концов победу нашим соперникам еще одна подача да на вылет ничего с этим поделать нас не возможно просто принять как должное надо принимать пауза нужно и роман якорьев это делает берет свой второй тайм-аут 6 очков много допустим после середины партии сейчас естественно все работает на енисей продолжается в общем матче крест входит на подачу посмотрим сумела ли перерыв романа яковлева подействовать на игрока енисея да нет он все также стабильно уверенно выбивает приемом не сильно перебрасывает мяч передачи не очень хорошая сам смягчает обман стрельчука сам теперь будет атаковать против лока у границы и блока ждал быструю передачу от блока в аут отыгрывается нужно было с подачи клеца уходить потому что явно разыгрался разошелся в этом компоненте пауза была ему явно в тему немножко успокоился подышал и физически восстановить двойная замена у факела яковлевши и антипки увидели мы эту связку уже да я думаю что двойную замену вером с этим не очень удачно волков риск и реченка здорово в приеме первые зона и опять она результативная который мяч зона играет енисей ничь ни разу не зацепили центральные блокирующие еще раз очень быстро ничего с этим поделать как то вот и опять агрессивный поддающий не получает следующий из из еще один еще один из да и митри разводят руками удивлен почему так остро получается у енисея очень остро и все в решетку желтку до скорость высоченная мяч набирает скорость по ходу полета все больше и больше и конечно замена волдырева являет реван но правильное решение на у него играть отдохнуть потому что сейчас догнать уже очень сложно оператива все-таки есть тайбрейк надо готовиться наверно уже потихоньку потому что большое 7 очков преимущества в этом состоянии отыграть аркет и опять выбитый прием яковлев будет на тройном блоке отыгрывается сам же сам себе страшно никого нет лет не разобрались передачу потому что на пути связующего яковлев сам стал типкину надо было обижать его и дать передачу не разобрались и легкое очко опять не 7 выбитый приемы и 8 очков уже преимущества таки не произошло и все тот же скримов на подачу но сейчас справляется с приемом более-менее и по рукам сам защите скримов здорово ерещенко защите надо играть почему антипкин по идее жал он потому что антипкин подойдет наверно нет 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 но свежие игроки вышли надо немножко наверно ну нет он стоял ждал потому что антипкин вроде сперва решил принимать болдырев стоял это смотрела когда типки нашел он ринулся за мячом но уже не успел 9 очков преимущества еще одна подача очень сложная скримова сброс достают скрима будет рисковать безусловно потому что тут большое преимущество теряться нечего и тут же по рукам пытался попасть но не попадает вынуждены передачи по рукам не попал двое двукратное преимущество енисея теперь уже ясно что 5 партии нам не избежать а скримов продолжает свои мощные подачи всегда они у него проходят всегда стабильно и сложные для приема поэтому зачастую прием выбитый посмотрим сколько он сможет так на может у не кажется ему вообще все равно он может также повторить успеха как на лиге чемпионов 11 подряд подачу и клец здорово защите наконец-то снимаем с четвертой попытки снимается диагональ но это конечно мало что то сейчас здорово подает красноярск отлично просто подает и масса проблем на приеме факела разладилась игра в атаке и на блоке центральных нацепляем на краях тоже мало что получается возвращать свою игру скримов здорово приеме сброс готовы были даем там где нужно яковлев от блока в аут и тут же нужно играть играли посмотрели что нету никого там на задней линии и туда мяч и отправил задел на пятый сет нужно делать факела для этого нужно просто набрать концовки больше очков чем соперник парке спасти скорее всего не удастся потому как играет енисей сейчас но больше очков набрать и сделать именно психологический задел это сделать можно ну а так чем черт не шутит как говорят но нет надо подавать надежность подачи оставляет желать лучшего у факела у енисея с подачи все в порядке было в начале с это две-три ошибки на планере и полянский вам полянский идет агрессивно снова подавать вместо дмитрия жука дам неоднократный полянский выходил сегодня на площадку сейчас ручка на рисковать потому что как бы не терять ему совсем нечем да сейчас подача мне кажется только с риском будут и от факела тоже надо рисковать потому что надо догонять вот сейчас и яковлев выходит на подачу но я думаю будет силовая не заладилось у него подачи сегодня но выходил он также на замену на подачу именно менялся афонова и выполнял силовую выбивал прием то же самое и дмитрию тоже можно рисковать потому что тоже терять нечего ну да не справляюсь с приемом ают клет высокий мяч сам же якулев принял будет атака хорошо вот хорошо рабочее очко добывает сам достал поддал достал забил ну и конечно эмоционально на подъеме находится и сейчас может быть еще две-три сложные подачи ему выполнить удастся в погоне броситься нужно бы климки но реагирует перерывкин моментально чтобы этого не произошло берет вам ну мне кажется с таким успехом если будут проходить такие атаки будут получаться подачи яковлев сейчас продолжу подавать то я говорю что можно в принципе и в четвертом с этим закончить чудеса тоже случается ну или более сорта это климкин не зря я реагировал игрокам сказал что он прекрасно понимает что даже проиграв 4 там 5 очков сейчас концовку то на пятую партию преимущество будет у соперника первую очередь психологическое этого нельзя допускать он это им сказал и опять зона играет что получается свою роль сто процентов просто сто процентов стрельчук критский как часы первую зону давайте еще раз опять между игроками антипкин не разобрался нужно было наверное пристроиться бросить крайнего но не разобрался снова выбитый прием богдан будет переброс но выполнять фрибол будут играть на краю и вопрос конечно ян ереченка просто переиму нужно отметить то что в основном играет зону первый темп на игры на связке не играет и конечно с этим тоже можно разобраться играть и думаю ждать игрока в краю давайте еще раз критский идет на передачи ему явно не будет и антипкин в край к своему не успевать укороченная подача без атаки в третьем плохая передача на диагонального еще он будет атака у гостей антипкин в край на богдана тут еноутов отлично стоит и тут же переходящий мяч забивает факел 15 23 но 8 очков преимущества большое конечно множество ясно что два съема надо сделать и не сею это им вполне пасе да у нас обра обратно я не возвращается жуковский и жигалов но это правильно снова двойная замена не сыграла он играет на краю на площадке сет поэтому надо чтобы они концовку 4 сета на площадке волков появился на площадке а богдан будет подавать знаем мы что вот не раз демонстрировал что подачи у его великолепные но сейчас помимо великолепия нужна и стабильность янт справляется с приемом ну ну и опять вроде ли гадал направление передачи но максим дожигалов почему-то в момент удар или между рук у него подсочился мячик как-то сбросил руки давайте еще раз посмотрим да между рук и не очень стройный блок то есть четкости в выносе рук не было 24 вот 139 агрессивная подача первый темп будет еще одна атака у факела попробует жигалов по линии проходит 1624 подачи наверное у нас жигалов так и будет мне кажется нет по подачи сафонов сафонов не такая агрессивная подача у него стабильный планер попробовать сыграть защите пара очков еще взять концовки необходимо абсолютно и реченка легко справляется и клет по высокой достает передача пытался здесь никому подставать это не удалось и избежать пятой партии нам с вами никак не получится не получил да прям что же матч отличные очень интересные энерготратные с хорошим техническим исполнением я бы сегодня его назвал именно матч технарей и вот 4 4 партия в техническом отношении енисей переигрывает факел и посмотрим что будет в 5 здесь уже терпение волевые качества и конечно умение выйдут на первых а а а а Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Возвращаемся во дворец «Спортозвездной» 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 Ну, пользуясь общей статистикой за все четыре сета, тоже Ян Ерещенко существенный вклад внес 15 из 19, 79% атаки. Гуцелюк, выбитый прием, опять против группового лоуна. Хорошо, сейчас. Да, но Александр справился на приеме, но бы лишил себя атаки, немножко не подбил мяч в ту точку, в которую необходимо. Но, тем не менее, опыт Гуцелюка сейчас должен помочь факелу именно в игре на блоке. Давайте еще раз посмотрим эту атаку через Клеца. Здорово на сно сыграл по рукам Дмитрий Волков и ждем подачи акции Максим Жигал. На Янутова, Янута, выбитый снова Скримов, со Скримом почти справились. Не получилось, не получилось. Наверное, Скримов опять отыгрывался, но настолько Дехнарь, да, не сильно бил, сцедели все в страховке. Давайте еще раз увидим. Это удар не на выигрыш был, а на исполнение, что подстраховали. И вроде бы Ерещенко был рядом, но резкий отскок, Клец пытался что-то сделать. Мяч в спину Жуку ударился и 3-2 факел в пятом сете вышел чуть-чуть вперед. По факту-то три человека атакуют у Янисея. Это Тодор Скримов, понятное дело, который 28 раз вообще атаковал за все четыре сетов. И Пайп здорово в защите, сейчас бы справиться. Да, сыграли, сыграли. Еще раз надо защищаться, посмотрим, это зона или Пайп еще раз. Пайп повторяет комбинацию Стрельчук, не разобрались. И, конечно, было это очень сложно сделать. И в защите, конечно. Шоджи пытался снять мячик с щитов, да. И упал, потом вернулся в площадку. И еще один опасный подающий, это Кирилл Клец. Кирилл Клец, который атаковал. 29 у него атак было, 13 которых успешных. Это 45% в атаке. Неужели опять попал? Еще один заколдованная первая зона. Ничего с этим поделать просто невозможно. Ну, невозможно. Почему мяч туда попадает с такой скоростью и все время точно сегодня во всех сетах? Ну, бывает так было. Это его шестой персональный пункт. И кажется, он в ногу. Паут в ногу Жигалова, который уходил от этого мяча и мяч зацепил. Зацепил ногу, да. Тоже несчастный случай. Волков. Да, на агрессию идет. Это правильно. Сегодня ясно выиграет, кто более агрессивный именно в этой партии. Тут уже жалеть себя не надо. Все мастерство надо демонстрировать. Показывать в игре от ножа. То есть, кто более волевой, сейчас и добьется результата. Давайте посмотрим с большим интересом, кто еще не подключился к нам. Включайтесь. Самые интересные моменты этого матча. Опять Пайп. Работает блок. Отлично. Это уже своего рода наглость Стрельчука. Третий раз дать Пайп подряд. И, конечно, Гуцалюк это ожидал. Нагло сейчас сыграло. Сейчас посмотрим. Да, это была видимая передача. Большое расстояние от связующего до нападающего было. Игроки успели пристроиться и закрыть все пространство над сеткой. И снова преимущество в одно очко у Пакина. Дмитрий рискует. Риск неоправдан. Мяч попадает в сетку. Да, ошибка на подаче. Но сейчас она еще допускается пока. Что счет 5-5. Ровно идем на подачу скримов. Тодор выходит. Опасный, опасный игрок. Третий раз. Семь эйсов у него сегодня за матч. И вот восемь оговорился. Опять первая зона. Разводят руками Дмитрий Волков. Ну как же так? Такое не бывает. Как будто не бывает. Ой, что такое? Плохо приземлился, что ли? Плохо себя чувствует. Замена. Аксютин выходит вместо скримова. Видимо, настолько нагрузился Тодор, что... Да, там что-то с ногой. И так видно, что по внешнему виду... Что себя не очень чувствует. Но то, что мог помочь своей команде, он сделал. Безусловно. То есть убойная подача. Аксютин планер не рискует. Шот же справляется. Диагональный атакует. И наконец-то Жигалов от рук отыгрывает. И сравнивает счет 6-6. Терпеть, терпеть. Сейчас только терпеть. Играть очень собрано. Показать, что компонент внимания у игроков факела выше. И только это может принести победу в этом тяжелейшем матче. И, конечно, подавать подачу. Гуцалюк. Получается подачу Гуцалюка. Но не получается выбить этот прием. Но атака, а клеца. Агрессивная атака. Клеца. Очень агрессивная атака. И, конечно... Быстрая. Александра шансов просто не было защититься. Он, вроде, подставился. Но не больше там. 7-6. С минимальным преимуществом. Гости выходят вперед. Но я подбираюсь к середине пятого сета. Жук. Дмитрий Жук будет подавать. Так, ну, его подачем. Легка по сравнению с другими. Но вот сейчас... От блока ваут. Здорово. Не дать возможности играть в защиту сопернику. Это очень грамотный удар. Именно отскок на свою площадку. Последний. Последний розыгрыш. До смены сторон. До смены сторон. И сейчас желательно с запректовой очко, конечно, выиграть. Луфей Жуковский будет подавать. Но будет очень сложно. Поэтому есть шанс на то, что... Возгласка, что зона может сыграть Стрельчук. И сейчас, конечно, ее надо ждать. Но будет ли он рисковать в этой ситуации, тоже вопрос. Ну, хотелось бы переходить, конечно, меняться сторонами с преимуществом. Хоть и с минимальным. Все. Готовы подавать. Расстроился Жуковский. Но как-то долгое время... Как бы не расстроился, пока настраивался. Ах, ну вот ошибается, да? Ошибается. Ну, жаль, да. Много ошибок. Затянули, мне кажется. Третья ошибка. Из восьми очков три очка подарили просто на подаче волейболисты Факела Енисею. И, конечно, это слишком много. А у Енисея подача летит как никогда. И что с этим поделать? И, видимо, до конца этого матча, сегодня до конца пятого сета, так и будет случаться. Стрельчук выходит на свой планер в направлении первой зоны. И таким образом отрезает игрока третьей зоны из атаки. Играют на краю. Там ожидаемая передача. Игра на блоке. Доигровка. То, что тактика игры в атаке Енисея в этой расстановке. Богдан справляется. В третьем можно играть. Хорошо, да. Сейчас Сафонов отлично отыгрывает. Но плюс, большой плюс Богдану, который все-таки довел этот мяч до связки к сетке. И смогли сыграть в третьем. Приковать к себе внимание центрального блокирующего. Это очень здорово, чтобы потом играть на разрозненном блоке на краю. 8-8. Все только начинается. Богдан. Выбивает Аксютин мяч. Передача в край. Клец. А Клец не попадает. Ошибается Клец. Ну, немножко заигрался Кирилл, видимо, пытался. Подумал, что это возможно. Атаковал агрессивно, конечно. Агрессивно, по высоте, но слишком далеко. И важное очко радуется Шоджи. Понимаю, насколько это очко может быть переломом. Да, Богдан на подачу. Тем временем факел впереди. С минимальным преимуществом. Ну, конечно, обязательно. Денису надо подавать однозначно. Не терять подачу. Хорошая подача. Это еще один эйс. Это 10 очков у факела. Перелом. Это 9 очко. Сейчас 10. Но это, конечно, еще очень мало. И все может быть. Реагирует Климкин. Берет свой первый тайм-аут, я думаю, в пятом сете. Реагирует Климкин. Ну, немножко Александр Климкин уделил внимание Никите Аксютина, который вынужденно вошел в пятом сете в шестерку своей команды, так как травму получил Тодор Сгримов. Успокоил его. Сказал, что все можешь, да, и помогать. Ну, что ж, после перерыва Денис Богдан рискует на подачи. Янутов выбивает групповой блок. И от блока в аут Климкин теперь делает свое дело просто здорово. Здорово. Нападающий переигрывает блокирующих. Сегодня давайте еще раз посмотрим. Высокая передача на его высоте. Те руки не успели блокирующие факелы перенести. Это был Алексей Сафонов. И опять сложная подача в исполнении Яны Ереченко ожидает принимающих факел. Рискует Богдан здорово. Ну, первый темп. Нет. Отлично. Доигровка еще раз. И пайп. Пайп. Отличный пайп. Отличный пайп. Неожиданно для блокирующих Енисея. Разводят руками. Ну, обидно, конечно, безусловно. Но неожиданный ход Жуковского может быть в какой-то степени более рискованный. Потому что Богдан шел после защиты, после приема. И занизить передачу нельзя было. Замена на подачу. Вместо Сафонова выходит Дмитрий Яковлев, который неплохо вошел в четвертом сете. Давайте посмотрим, как он выполнит подачу. Два очка преимущества. Конечно, надо подавать агрессивно, не бояться и пытаться играть в защите. Сетка помогает. Выбитый прием. Тройной блок. Подбирать, подбирать. Не получается. Опять Клес. Лучше всех. Одна ошибка. Потом два мяча здорово. Оставляет свою команду в игре в пятом сете. Давайте еще раз посмотрим по хорошей высоте против Гуцелюка. Гуцелюк вроде тоже немаленький, физически очень крепкий. Но нападающий, конечно, имеет скорость. И атака реализована в пользу своей команды. Ну что ж, концовка пятого сета. Это было ожидаемо, что и выходит опять на подачу Данила Гаврид. Два раза он помучил факел. Посмотрим, как сейчас. Опять сложнейшая подача в пятую зону. И опять тейс. Опять тейс. Ну что творит молодой игрок. А я напомню, что он 2001 года рождения. Метр девяносто восемь. Настолько психологически устойчивый, что может выйти в пятом сете в концовке и подать на вылет. Ну, конечно, это дорогого стоит. Ну что ж, тайм-аут. Роман Яковлев берет тайм-аут. Ну, просто нужно сконцентрироваться. Справиться на приеме, что сегодня не получается. Но сверхагрессивная подача красноярцам. Тайм-аут завершен. И снова Данила Гаврилов выходит на подачу. Посмотрим, как он подаст в этот раз. Команда, ну, какой-то кураж поймала в этом элементе сегодня. Неужели опять он выполнит суперсложно? Еще раз справляются на приеме. Сам же Волков против одиночного блока. Ждали Левшу во втором. А быстро отдал в край в длинную сторону. Жуковский. Было все классно. Сам же Волков принял. И мы смотрим против Клеца с одиночным блоком. 12 очков своей команде зарабатывает. Сколько эмоций у Дмитрия. И, конечно, нужен архи. Архи нужен факел и брейк. То есть нужно выиграть при своей подаче очко. Что очень бывает сложно. А сейчас выходит Максим Жигалов, который может неприятности на приеме для соперника создать. Янутов выбитый. Клец. Клец от блока в аут. Затянулся. Подождал, пока Дмитрий Волков покажет свои руки. И от блока в аут по пятой зоне снова отыгрывает. И сам же будет подавать. А мы помним, что в предыдущей расстановке до смены сторон он выиграл два очка эйсом в первую зону. И, конечно, нужно ждать опять подачу туда. Шоджи. Сброс Волкова. Здорово. Здорово. Практически из тупиковой ситуации вышел Жуковский. Одной рукой дал между зонами. Шоджи спас мяч. И всем троим браво. Всем троим игрокам браво. Немножко уже встали. Волейболисты Енисея думают, что сейчас получат легкий мяч. Но не тут-то было. И Дмитрию Волкову надо сейчас подавать обязательно. На планер переходит Аксютин. Аксютин не будет. И тут же атака Пайп с задней линии. Подъем игрока центрального. Передача в шестую зону. И 13-13. И сейчас два очка. Кто первым выиграет, тот и победит в этом тяжелейшем матче. Клинкин подсказывает, кого сейчас ждать. Ну, конечно, наверное, Богдан или Волков. В третьей зоне будет ли играть в аут. Подача. В аут подача Аксютина не справился с нервами. Достаточно большой аут. Жигалов чуть-чуть еще раз не задел этот мяч. И сейчас игра на блоке представляется для факела архиважной. Разобрать игроков. Подача нужна. Несильный подающий гуцалюк у факела. И, конечно, агрессивная атака Ерещенко или Клеца. Ерещенко или Клец. Подать нужно Александру. Кто будет? Ерещенко. Ерещенко против Жуковского. Легко разбирается. Шестую зону. Быстрая атака с быстрой передачей. 14-14. Иван Полянский. Опять усиление подачи. Так как все получается у подающих. Клинкин выпускает еще одного архисложно подающего сегодня Ивана Полянского. 97-го года. Напоминаю, рождение Рос-202 на позиции диагонального. Второй диагональный игрок наших соперников сегодня будет рисковать. Посмотрим. Аут. Да, рисковал. Безусловно, рисковал. Но не все же должно получаться. Это не может такого быть, что все игроки выходят и подают и все в площадку с огромным риском. Такого не бывает. Но Аксюдину вряд ли. Или первый темп, или Клец. Давайте посмотрим. 15-14. И факел подает. Жуковский. Выбитый прием. Клец. Клец. На блоке не ловит Клец. Опять он делает то, что нужно для своей команды. И 15-15. Определенная передача. Надо просто сыграть здорово на блоке. Никак руки не удается туда запустить. То с задержкой времени бьет Клец. То на скорость, как было сейчас. И стрельчук. Богдан справляется. Ну, пайп Волкова. Пайп Волкова в сетку. Заниженная передача. Дмитрий полез вниз. И уже матч-болл у Енисея. Ошибка факела. В атаке второй тайм-аут. Роман Яковлев берет второй тайм-аут в пятом сете своей команды. Ну, обидная, обидная ошибка Дмитрия. Ну, вроде бы он все техничный игрок и мог сыграть более длинно, но не получилось. Возвращается команда на площадку. Стрельчук на подаче. Но не агрессивная подача, но очень неприятная. Левша подает длинную сторону в первую зону. И посмотрим, кого сейчас выберет Жуковский на передаче. Кто будет решать. Сейчас преимущество уже Енисея. Шот же справляется. Шот же справляется Богдан. Богдан здорово по линии проходит и 16-16. Сам же Денис будет подавать при этом счете. И теперь мы все ждем от него более агрессивной подачи. Здорово по линии. Ушел от Ерещенко. Ушел от Ерещенко. Болельщики здорово поддерживают факел. Ну, Денис. Здорово на Аксютина, да. Это, нет, это был Клец, простите. Клец, да. В него подача очень грамотная, но все-таки не принимающая игру в диагонали. Хотя все встали в прием. И уже Александр Клинкин. Давайте еще раз посмотрим. Неудобная высота. Все четыре прием. И Клец не справился на приеме. И свой таймаут берет второй в пятом сете Александр Клинкин. 16-17. Не в пользу его команды. Ну, что ж, попробуем предположить в случае приема, с кем будет Срельчук играть. Ерещенко во второй зоне, Клец в четвертом. Ну, будет зависеть от того, насколько сложно или просто поддаст Богдан. Рискует. Рискует и ваут. К сожалению, ваут. Недокрученный мяч. И мячик не попадает. Пытался сразу выиграть этот матч. Денис Богдан. Не получилось. Две подряд подачи не проходят ни у кого в концовке пятого сета. 17-17. Небольшое преимущество у Факела есть. Но надо справиться с подачей Яны Ерещенко. Справляется Богдан. Волков в край по пальцам. Ерещенко хорош в защите. И сам же будет атаковать Шоджи. Шоджи справляется. Но Жуковский, отскочивший быстро мяч в его направлении, не смог обработать. И уже 18-17. Опять качели у нас продолжаются. И преимущество снова получает Енисей из Красноярска. Теперь будет рисковать Ярещенко явно. Выбитый прием. Максим Жигалов от блока в аут. Здорово, здорово. Спасает, спасает Факел Максим Жигалов. 18-18. Противостояние продолжается. Все терпят. И два очка какая-то из команд должна все-таки будет сегодня подряд выиграть. Клинкин чуть-чуть помешал. Ерещенко боролся до конца. Здорово. Самоотверженно. С хорошими выливыми усилиями играют обе команды. Сафонов. Ерещенко справляется. Клет. Ну и опять. Опять как он проходит непонятно. Вроде передача неудобная. И блок. И опять сброс. И стоит Жигалов. И опять никак сверху не может поднять этот мяч. Не хватает. Не хватает какой-то момента. Временного момента. Правильности прыжка на блоке против этого игрока. Но играет нестандартно. Конечно, очень тяжело подстроиться. И это все работает на плюс. Енисей. Критский. Без свиска подача. Без свиска будет еще раз мячик подан. Александром Критским. 19-18. Очередной матч-болл у Енисея. Шоджи. Быстро в край. И Жигалов. И в концовке, в концовке. При сумбурном розыгрыше мяча все-таки от блока в аут удается сбросить мяч Енисею от блока факела в аут. И таким образом 20-18 в пятом сете Енисей добывает волевую победу. И побеждает со счетом 3-2 на площадке соперника. Давайте еще раз посмотрим этот интересный игровой момент. Это был Аксютин, который первый раз принял участие в атаке своей команды в пятом сете. Выйдя вместо Тодора Скримова. Ну и на блоке, конечно, не справились. Ну что ж, сегодня преимущество у гостей было явно на подаче. Поздравляем их с победой. Но мы с вами понаблюдали отличный матч. Отличный просто торжество подачи. Торжество техники и атакующих действий. Мы сегодня увидели просто замечательный волейбол в исполнении мастеров вылетающего мяча. Поэтому, конечно, расстраиваемся, что хозяева проиграли. Но это все было в борьбе. Кто-то должен был победить. И сегодня было очень много непредсказуемого. Чуть-чуть бы почище сыграть на приеме. Но не получилось архисложную подачу подавал Енисей. Не хватило концентрации или умения, или мастерства. Хоть чуть-чуть не хватило, чтобы справиться с этими мячами. И таким образом в игре на сетке лучше были, безусловно, гости. Что и сказалось на конечном результате. Ну и, конечно, если смотреть статистику, то, наверное, рекорд был установлен по количеству эйсов в этом матче. Спасибо. 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 Ну что ж, Енисей явно переиграл. Сегодня в некоторых компонентах волейбола, как я вам уже сказал. Смотрите, в атаке равное преимущество на блоке, равное по эйсам Енисея 17-13. 30 очков обе команды в сумме. Как я вам сказал, скорее всего, будет установлен рекорд в Суперлиге этого сезона по количеству эйсов с этого матча. Ну и количество ошибок в Акел все-таки произошел. Хотя изначально двукратное преимущество по ошибкам было у Енисея. В конце концов 40, просто в 36. И, скорее всего, это тоже принесло определенный результат в конечную копилку. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Владимир Мерзляков, входите на волейбол, любите волейбол. И передаю слово Андрею Адамову, который сейчас вам покажет интервью с игроками и тренерами играющих команд. Пока-пока. Спасибо, Владимир. Очень красивый, зрелищный матч. И один из главных героев победителей. Это диагональный Кирилл Клец. Остались ли еще силы? Нет. Если честно, хотел быстрее уже выиграть. Даже говорить не знаю, что на эмоциях сейчас. Тяжело. Сыграли все, молодцы. Факел – очень хорошая команда. Очень рад, что мы смогли их обыграть. Спасибо команде. Я даже не знаю, что больше добавить. По вашему мнению, когда переломный момент случился? Или, в принципе, такого переломного момента явного не было? Все шло постепенно? Нет, такого не было переломного момента явного. Все команды хорошо подавали, что мы, что они, просто не в первой партии ни разу не ошибились. Ни в атаке, ни на подаче. Из-за этого выиграли. Во второй партии у нее немного допустили ошибок. И мы более собранно сыграли. Ну и так поменялись очками. Вы сами все видели прекрасно. Претендует матч на звание матча года. Для кого это? Ну да, этот матч. Ой, сезон еще длинный. Я не могу сказать. Пока что один из лучших, который наш Енисея провел. Поздравляем еще раз с победой. Кирилл Клец, диагональный волейбольного клуба Енисея. Я сейчас с радостью приветствую старшего тренера красноярского Енисея. Маринина Юрия Львовича. Юрий Львович, здравствуйте. Поздравляем с победой. Спасибо большое. Что можете сказать вообще по игре? Насколько все удалось? Или есть над чем еще работать? Очень довольны, что вы играли. Очень хорошая игра. Очень хорошо, что сегодня пустили у вас зрителей. Потому что хоть не полный зал, конечно, но сколько возможно, народу посмотрели эту игру. Я думаю, что зрители дали такой накал игре, как это свои боления. Всем большое. Хоть понимаю, что они болели за своих, но большое им спасибо. По игре, что могу сказать, что он первую партию. Сегодня, короче, кто лучше подавал, тот выиграл, по большому счету. Подавали обе команды хорошо. Подавали обе команды хорошо. Хорошо именно по партиям, так если посмотреть первой партии, Факел вообще практически не ошибся на подаче. Сколько сделал иейцев, усложнил на подаче. А у Ерещенко не шла как раз таки подача? Первая партия в их пользу, вторая. В середине подача, по-моему, скримов от Удора, да. Немножко мы оторвались. Потом... Восемь месяцев у скримов? Я не смотрел статистику, еще даже не успел. Ну ладно, потом не было, мы не могли еще посмотреть. Да, подачу сейчас сегодня решала практически все. Ладно, поздравляем еще раз с победой, всего доброго. Так, ну и сейчас мы поприветствуем также и старшего тренера волейбольного клуба Факел. Это Роман Яковлев. Понятно, что эмоции у Романа Николаевича не такие, как у Юрия Львовича. Но, тем не менее, нам надо понять, что произошло и почему. Хотя, я думаю, вы все видели сами. Роман Николаевич, красивая игра. Очень жаль, что она завершилась таким вот образом. Когда случился переломный момент, все-таки, мне кажется, что Факел был все равно все время впереди. Ну и по счету, да, и по... В принципе, инициатива была на стороне Факела. Когда вот переломный момент случился? Мне кажется, что инициатива была на нашей стороне исключительно на первой партии. Потом я ее, к сожалению, уже в наших руках не видел. Что касается интересной игры, я бы, наверное, даже так не назвал. Может быть, да, она интересная, какая-то красивая была для зрителей. Но, честно, такие цифры, которые я сейчас вижу в статистике, я, признаюсь честно, не видел, наверное, никогда в жизни. Это же какая именно момент? По приему? По приему по эйсам, просто я не помню, что две команды имели практически идентичные показатели. У нас 16 ошибок перед 13 эйсах. Инициатива нас вообще переплыла. 15 ошибок, 17 эйсов. Просто действительно, это какие-то такие вещи, которые, я не знаю, надо очень долго где-то копаться, чтобы найти еще одну такую игру. Просто команды, наверное, такого уровня, наверное, не могут себе позволить именно так играть, потому что у нас такое очень много эйсов мы сегодня получили. Да, игра была, наверное, красивая. Хотелось бы поздравить команду Енисея, которая действительно сегодня после непростой первой партии вернулась в игру, смогла вытерпеть после третьей партии и где-то в какой-то момент нас все-таки переломила. Хотя пятый сет, какой-то тоже концовка, череда каких-то невынужденных ошибок. Но, опять же, волейбол только в спорте, который состоит из ошибок. То есть делал меньше, ни для кого не секрет, тут и выиграл. Спасибо большое. Будем тогда ждать матча уже с московским «Динамо» 7 декабря. Спасибо. Вам спасибо за красивую игру. Ну что, дорогие друзья, вот так вот случилось. Это спорт, выигрывает сильнейший. Ну и сегодня таковыми является красноярский Енисей. И спасибо, что смотрели нашу трансляцию. И увидимся уже 7 декабря на нашем телеканале, когда будем встречаться на домашней площадке «Факел» против московского «Динамо». Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok